С нами Вячеслав Кривошеев, герой второго полуфинального матча между сборными Башкортостана и Краснодарского края, который, можно сказать, оставил без повторения успеха Краснодар, прошлогодний. Вы дали два очка. Как вам это удалось? Ну, на самом деле, было очень сложно. Соперники были очень сильные, особенно в последнем матче с Арсением. Все было на грани, что в одну, что в другую сторону. С Андреем тоже получилось чуть-чуть полегче, но я ему последнего раза три, наверное, четыре проиграл, поэтому они так поставили такую расстановку. До этого я играл матчи в Германии, я играю сейчас в Бундеслиге. Только закончил, сразу же прилетел и с игровым опытом, думаю, что это мне помогло. То есть у вас был игровой опыт, а какими мячами вы там играли? Там у каждого клуба свои мячи. Но в нашем клубе мы играли последние две игры мячами Йола. Но они не очень хорошие. Ну, Бетерфляй получше, думаю, что. То есть у вас даже было, получается, преимущество. Играли еще худше на мячами. Ну да, нет, но это не сказать, что плохие мячи. Бетерфляи нормальные. Ими можно играть, РКМ. Хорошие мячи. А завтра финал. Успеете восстановиться? Ну так, сколько сейчас у нас времени? О, часы разрядились. Ну да, я думаю, что спокойно. Завтра же в два часа. Будем готовиться, биться всей командой. Мы вместе играли, бились. И за счет этого мы выиграли, конечно. За счет командного духа. Я попросил ребят, чтобы они поддержали меня в пятом сайте. Они вставали, кричали. Все вместе, командой, мы за счет этого выиграли. Ну, вы идете в уверенной поступе наверх. Вы бронзовый призер чемпионата России. Теперь уже в финале Кубка. Ну, удачи вам и дальше. Спасибо. Ну, с Москвой будет... Москва же выиграла? Очень сложно там. Но ничего, будем бороться. Будем думать, как поставить и как сыграть. Как говорят, в теннис играют не рейтинги, да? Конечно. Все решается сейчас за столом. Вот в данный момент. Может, я вчера был сильнее соперника. А сегодня, если я слабее, то я проиграю. Все на данный момент. Ну, отдыхайте и удачи. Спасибо большое. Всего доброго.